Добрый вечер! В эфире телеканал Обнинск ТВ, программа «Власть». Меня зовут Екатерина Замахина. Сегодня мы говорим о туристическом потенциале Калужского региона и гость нашей студии, министр культуры и туризма Калужской области Павел Александрович Суслов. Здравствуйте, Павел Александрович! Здравствуйте! Я предлагаю о туризме поговорить попозже, потому что 25 марта работники культуры нашей страны отметили свой профессиональный праздник. Я поздравляю вас и ваших коллег еще раз. А ровно месяц назад вы подводили итоги работы за прошлый год в инновационном культурном центре на расширенном заседании коллегии. Вы говорили об итогах прошлого года, в частности о том, что в 9 населенных пунктах переоборудованы кинозалы, это немало. Есть ли другие крупные успехи и довольны ли вы ими? Да, конечно, есть. Хотел бы обратить внимание, что мы как раз подводили в том числе и итоги года кино, и поэтому как раз 9 районов центров, которые получили цифровое оборудование для показа современного кино, это, конечно же, большой успех, я считаю. Но достаточно еще сказать, что у нас в прошлом году завершилось строительство инновационного культурного центра. Три проекта всего по России, вот в том числе и в Калужской области. Буквально накануне Дня работников культуры 24-го был торжественно открыт культурный центр в городе Таруси. Не могу не вспомнить такое тоже довольно-таки значимое для нас событие в Людиново музей подпольщиков, Людиновского подполья, наконец-то после долгих переговоров был передан из частной собственности в распоряжении области. Это теперь филиал нашего Калужского областного музея-заповедника, это на самом деле тоже большое событие. Была масса культурных событий, фестивалей, достаточно вспомнить фестиваль старейших театров России, который собрал самые известные театры и с большим успехом прошел. Совсем скоро мы будем встречать 20-й юбилейный фестиваль «Мир гитары» с 22 по 26 мая. Поэтому и итоги, в принципе, неплохие, но и планов тоже немало. Инновационный культурный центр в Калуге, о котором вы упомянули, в чем его уникальность и инновационность? Инновационность, очень любят в Калужской области это слово. Я приглашаю всех, кто будет в Калуге, обязательно его посетить, потому что даже попав в это здание, можно сразу будет увидеть, в чем его отличие от других. Это действительно уникальный проект, таких в Калужской области точно нет. И проект, он уникален, во-первых, из своей архитектуры, я с этого начал, да, и он построен по принципу открытого пространства. Мне задают вопрос, а вот почему здесь такие панорамные окна огромные? Потому что это открытое пространство, пространство открытое для творчества. А что там будет непосредственно, конечно же, это в том числе продиктовано изначально, когда готовился проект, потому что он не появился с нуля. Мы, я считаю, пошли правильным путем, и у архитектора была создана творческая группа, творческая группа молодежи города Калуги. И они уже формулировали архитекторам задание на создание этого проекта. Поэтому, что мы сегодня имеем? Мы там имеем уникальный театральный зал, трансформер, которых нету в Калужской области точно и очень мало в Москве. То есть он может трансформироваться, там уникальный звук, свет. Это все, что касается театра. Это экспериментальная студия, это и площадка для выступления приглашенных театров, это и площадка для театральной студии, как для взрослой, так и для детской. Там два уникальных хореографических зала, поэтому все эксперименты с современными и классическими направлениями развития танца тоже будут там культивироваться. Там выставочная галерея, будут проходить самые разные выставки. Обязательно будет такая, скажем, просветительская составляющая. И уже начались такие встречи с интересными людьми, калужанами из разных профессий, разных направлений творчества. Не только с калужанами, но и с москвичами. В принципе, там может, я думаю, найти себе дело любой неравнодушный калужанин, да и житель Калужской области. Наверное, все-таки больше для Калуги, конечно, по территориальному признаку. В культуре, в искусстве может прийти со своими новыми проектами. То есть это площадка для развития творчества. То есть мы там ждем всех калужан с разными идеями. Ну а что приживется, не приживется, для дальнейшего развития, конечно, время покажет. Интересен опыт инновационного культурного центра. Почему? Я сразу объясню лично у меня. Несколько лет назад в собственность муниципалитета передали дом офицеров. Это дом культуры, который раньше принадлежал воинской части подводников. Вот он постепенно обживается. Там делают ремонт. Уже сделали ремонт системы отопления, системы вентиляции. Там уже занимаются дети. Но вот концепция развития этого места, она еще в разработке. Что вы посоветуете? Все-таки, может быть, это что-то должно быть похожее на Калужский инновационный культурный центр. Или обнинцы должны сами решать? Нет, конечно же, я думаю, что решать обнинцам в первую очередь. Потому что нельзя искусственно туда что-то завести. Но туда нужно обязательно заводить то, что сегодня развивается, культивируется в городе. А пожелать хотелось бы, вот я надеюсь, что там есть творческая группа инициативная, которая этим занимается, чтобы изначально это рассматривалось, как я уже говорил, как открытый проект. То есть нет, что там сели определенные студии, кружки, и они там постоянно находятся. Нет, это должно, на мой взгляд, что в каждом городе должна быть такая площадка для экспериментов, открытая для любых граждан, с самыми безумными сумасшедшими идеями. Почему нет? Вы много говорили о том, что уникальная площадка-трансформер. То есть это пространство, которое задает настроение для творчества? Или все-таки сначала творчество, а потом уже пространство, оно как-то подстраивается? Не знаю, здесь, мне кажется, сложно определить, что первичней. Главное, чтобы были неравнодушные люди в этих стенах, а стены там действительно интересные. Вот, кстати, глядя на открывающиеся в регионе, и в Тарусе, и в Калуге новые объекты культуры, поневоле задумываешься, что культура перестала быть сферой, которая финансируется по остаточному принципу. Это так? Это так. Конечно же, как, наверное, и в любой другой сфере, чем больше было бы финансирования, тем лучше. Наверное, можно было бы реализовать массу других проектов. Но то, что она финансируется как-то, ну, такой стереотип по остаточному принципу, нет, конечно. Ведь, смотрите, действительно, один центр сдан, второй центр сдан. Мы сейчас приступили к реализации проекта создания эрмитажа, филиала эрмитажа в Калуге. В этом году начнется реставрация целого исторического здания под это. Да, разве можно говорить об остаточности? Нет, конечно. Я уже говорил, ну, на коллегии, я имею в виду, говорил, что в этом году мы будем централизованно приобретать инструменты для муниципальных музыкальных школ. Будем приобретать для районов, для сельских районов автоклубы. Конечно, хотелось бы больше, да, там культура бы так развернулась. Ну, я думаю, грязь жаловаться. А что касается оплаты труда работников культуры, достойно ли вознаграждается он? Ну, здесь, конечно же, смотря с чем сравнивать. Если вот говорить сухими цифрами, ну, я должен ими говорить, безусловно, по статистике, мы идем в рамках так называемой дорожной карты в соответствии с указами президентов. И средняя по, за 2016 год, средняя зарплата составила 20,5 тысяч рублей. Ну, опять повторюсь, средняя, да, по региону 20,5 тысяч рублей. В текущем году мы ее должны довести до 90% к средней по экономику. Она должна составить 26,5 тысяч рублей. Много или мало, сложно судить. Потому что на селе все-таки она, ну, поменьше, но достаточно. Да, для города, может быть, недостаточно. Опять же, это средняя, а во-вторых, по нагрузке нужно смотреть. Кто-то работает на ставку, кто-то на полставки, кто-то совмещает. Комментируя грядущее открытие в Калужском государственном университете отделения социокультурной деятельности, вы сказали, что фактически в Калужской области появится институт культуры. Насколько он необходим, и будут ли востребованы выпускники, как раз-таки, может быть, на селе? Конечно, он необходим, и такая задача была поставлена губернатором области перед нами. Почему? Потому что, к сожалению, рядом Москва, да? И она как пылесос, да, вытягивает ребята, уехали туда учиться, и высшие учебные заведения в сфере культуры и искусства в Москве, там, в других крупных городах, они уехали туда, отучились и очень мало возвращаются. Ну, статистика это показывает, да? И поэтому была поставлена задача создания своего учебного учреждения высшего, чтобы ребята здесь получали высшее образование. Конечно, это не появляется вот так вот моментально. Поэтому мы подписали соглашение о сотрудничестве с нашим государственным университетом Калужским. Там открыто уже два направления. Это библиотечное информационное дело, на котором будущие библиотекари, кстати, нынешние, потому что это заочная форма, получают уже первый год высшее образование. И направление народного танца, фактически хореография, простым языком, открыто направление. И вот появление со следующего года социокультура, работник, культурный работник, да? Это те специальности, которые требованы в наших ДК, в первую очередь, в музыкальных школах. Конечно, нам позволяет говорить о том, что мы движемся к созданию полноценного института в рамках университета. Вот вы упомянули про пылесос под названием «Москва». Проблема общая для многих сфер. А все-таки, каковы мотивы людей, которые не уезжают в Москву или уезжают и возвращаются через несколько лет? Наверное, их много. Я заметила по своим друзьям, они возвращаются. Наверное, их много. Вы знаете, мне, наверное, это можно назвать одним словом – патриотизм. Сейчас об этом много говорят, и где-то там, это, может быть, несколько популярно даже стало рассуждать на эту тему. Но мне кажется, что это вот как раз в данном случае это слово вот сюда и подходит. Если ты патриот, если ты любишь свою малую родину, значит, ты на нее возвращаешься. Ничего тебе, как бы тебя там не прельщалила столичная жизнь, да, и так далее. Возвращаешься к своим корням. Да, наверное, патриотизм. Это правда. Могу согласиться, по своим друзьям могу сказать, что это так. Вот следующий вопрос хотелось бы посвятить библиотекарям. Тоже сфера культуры, но о них, к сожалению, мало говорят. Правда ли, что премия имени Афанасия Куликова теперь будет, теперь ей будут награждать не только художников и скульпторов, но и библиотекарей, и музейных работников? Это премия в области будут, да, две номинации направлены в премию в сфере культуры и искусства областной. Да, это действительно так. Теперь и музейные работники, и работники библиотек тоже ежегодно будут номинироваться на эту премию. А если говорить в целом о библиотеках, то вы правы, мы мало об этом говорим, но на самом деле роль библиотек и работников библиотечных систем она велика. Потому что если мы посмотрим на наши сельские районы, особенно отдаленные деревни, ведь там библиотека – это центр социокультурной жизни. И там, может быть, где-то уже нету домов культуры, ну, потому что населения мало, да, его не будешь держать, дом культуры. А библиотеки, они сохраняются практически везде. И именно там, на базе этих библиотек, проходят и кружки, и собираются там жители, и посиделки. Курсы компьютерной камеры. Да, 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 и не зря поэтому на базе библиотек и правовые центры открываются, и удаленные офисы, мои документы для оформления, да, многофункционального центра тоже открываются на базе библиотек. Так что их роль переоценить очень сложно, да. А что можно говорить об электронном будущем библиотек? Мы когда-нибудь сможем брать книгу в электронном виде, не выходя из дома? Я думаю, что да, к этому все идет, потому что мы живем в современном обществе, информационном обществе. И, ну, конечно, это не произойдет завтра, потому что сейчас, если говорить в целом о библиотечной системе, у нас сейчас 84% уже подключены к сети интернет, 64% наших библиотек имеют собственные сайты. Но это в целом, если говорить о библиотечной системе, ну, наверное, первыми вот именно такие услуги будут оказывать все-таки крупные библиотеки. Там, допустим, у нас в библиотеке Белинского работа ведется по оцифровке книг, по созданию такого электронного каталога. Мы сейчас подписали договор о сотрудничестве с президентской библиотекой, которая находится в Санкт-Петербурге, и будет удаленный центр на базе библиотеки Белинского. И каждый, кто туда придет, сумеет получить доступ к ресурсам президентской библиотеки, которая в Питере, в электронном виде. То есть это все становится более доступным. А почему это интересно? Потому что там уникальные экземпляры книг, летописи. Конечно, кто-то не доедет до Питера специально, а здесь можно будет в электронном виде, да, за этим будущим. Здорово. Я напоминаю телезрителям, что сегодня гость в нашей студии, министр культуры и туризма Калужской области Павел Александрович Суслов. А в Калуге планируется установить памятник великому князю Ивану Третьему. И обнинцы, как и все жители Калужской области, недавно приняли участие в опросе за то, чтобы дата окончания великого стояния на Угре была признана федеральным праздником. Вот насколько успешно, как вы считаете, прошел опрос, и когда состоится открытие памятника Ивану Третьему? Знаете, по памятнику сейчас идут бурные обсуждения. Это уже довольно-таки длительное время, потому что возглавляет творческую группу Кончаловский, Андрей Кончаловский. И обсуждения идут на уровне Министерства культуры, Российского военно-исторического общества, потому что этот проект будет реализован через Российское военно-историческое общество. И бурные дебаты, потому что не хотелось бы, можно было бы быстро, наверное, открыть этот памятник, но не хотелось бы, чтобы он был стандартным и типовым, что ли, да? Все-таки это должно быть произведение такого монументального искусства, поэтому как раз сейчас идет такой творческий поиск. Но я надеюсь, что он в ближайшее время все-таки завершится, потому что там так уже прорисовывается, что и памятник обязательно появится. И может быть это как раз совпадет по времени, когда будет решаться вопрос на государственном уровне, чтобы 11 ноября стало государственным праздником. Потому что в Калужской области закон уже принят, на областном уровне это праздник, окончание великого стояния на Угре 1480 года. И, кстати, 30-31 марта в Калуге прошла Всероссийская конференция с международным участием именно как раз по великому стоянию. Это было уникальное событие, потому что собрались ученые, возглавила работу Академия наук Российской Федерации, собрались величайшие историки современности, которые обсуждали этот вопрос. И единогласно резолюцией принято решение обратиться в федеральные органы власти о том, чтобы законодательно это стало государственным праздником. Надеюсь, что так и будет. Но калужане отметят 11 ноября уже в этом году. Как будем встречать праздник? 11 ноября? Наверное, преждевременно все-таки об этом говорить. А подготовка уже началась? Ну да, конечно. Но почему я говорю преждевременно? Потому что на самом деле комплекс мероприятий. И летом будет проходить реконструкция великого стояния на Угре непосредственно на том месте, где это происходило. Потому что 11 ноября, наверное, все-таки это сложно сделать по погодным условиям. Ну а если это будет государственный праздник, наверное, конечно же, все атрибуты праздника будут присутствовать. Кстати, общество знания недавно совсем тоже проводило лекции в Огненске. Как вы относитесь к работе возрожденного общества знания? Чем оно, может быть, должно отличаться от того, которое существовало в советское время? Вы знаете, я на самом деле очень положительно воспринял, когда этот проект возобновился, да, можно, наверное, и так сказать. И появилось общество знания. Потому что мы с ним сотрудничаем. Потому что, действительно, если будет сохранена та тенденция, которая есть сейчас, и будут обсуждаться темы насущные, интересные для жителей области, именно в таком просветительском плане, то это, конечно же, здорово. Потому что, ну, одно дело, можно смотреть телевизор, да, и то, что нам навязывают через телевизор. Здесь не хочу уходить в эту тему, да, а, наверное, вот такие просветительские встречи, рассказы, они очень полезны. Мы начали нашу беседу с обсуждения итогов года кино. Вот на тему кино еще один вопрос, который тоже очень актуален для обнинцев. Именно в Обнинске была создана инициативная группа людей, которые хотят снять народный фильм о подвиге подольских курсантов. Как вы к этой инициативе относитесь? Присловно, что ее уже в Госдуме поддержали. Да, ну, как мне можно относиться? Конечно же, только положительно. Потому что это историческое событие, которое у нас было, и плюс ко всему это инициатива, да, народная инициатива. То есть, если этот фильм будет создан, это будет просто прекрасно. Мы, со своей стороны, готовы помочь, поддержать все, что в наших силах. Павел Александрович, вопрос по поводу названия вашего министерства. Раньше, я помню, было Министерство спорта и туризма. Сейчас я слышу Министерство культуры и туризма. То есть, получается, туризм, он больше сочетается с культурой, а не со спортом. Ну, здесь две стороны медали, да. Одна административная, потому что на федеральном уровне Министерство культуры Российской Федерации на сегодняшний день не наделено полномочиями и по туризму. То есть, такая вертикаль выстроена, да, и у нас. А с другой стороны, это мое личное мнение, вот, проработав три года в этой отрасли, я считаю, что культура и туризм, они более чем тесно связаны. Потому что, если взять наш регион, то основной поток туристов, которые к нам едут, это такой культурно-познавательный туризм. Едут куда? Едут на наши памятники, на наши памятные места, смотреть все, что связано с нашей историей, там, с Великой Отечественной войной, в монастыри и в наши. Это все наша культура, наше культурное достояние. Поэтому я считаю, что здесь теснейшая взаимосвязь, музеи едут, да, теснейшая взаимосвязь культуры и туризма. Я узнала, что при поддержке Федерального министерства культуры в прошлом году был разработан межрегиональный глобальный туристический маршрут «Россия. Родина космонавтики». А какая роль Калуги и Калужской области уделена в этом маршруте? Это тоже к вопросу культуры и туризма. Потому что космос, все, что связано с космосом, это наша история. Это наша история. И, наверное, это самый раскрученный бренд на сегодняшний день, культурно-исторический и туристический бренд. Именно поэтому мы вышли с такой инициативой, и Министерство культуры России нас поддержало о создании такого межрегионального проекта туристического «Россия. Родина космонавтики», который объединяет города, субъекты, населенные пункты, которые связаны с космосом. Но центральную роль, безусловно, играет Калужская земля, потому что здесь, во-первых, жил и похоронен Константин Эдуардович Циолковский. И здесь находится первый в мире музей истории космонавтики открыт. И это центральное место посещения. Калужская область объединяется с другими городами и регионами не только в рамках конкретных проектов. Я знаю, что совсем недавно были подписаны соглашения о сотрудничестве с Калининградской областью, с Татарстаном, Смоленском, Севастополем. Вот все-таки, у меня даже этот список, он заходит на другую страницу. Как планируете сотрудничать? Вы знаете, туризм, если говорить о развитии туризма, то это тема все-таки межрегионального сотрудничества в том числе. Потому что обязательно нужно сотрудничать с соседними областями, Тульская, Московская. Нас объединяет все. Нас объединяет история Великой Отечественной войны. Нас объединяет там вот такой туристический глобальный проект, как русские усадьбы, которые есть на территории всех наших областей. То есть это совместные такие туристические проекты. А если говорить об удаленных регионах, так вот вы назвали Севастополь, Калининград, то здесь нас объединяет обмен детскими группами, сотрудничество, такой краеведческий туризм. Мы своих ребятишек уже третий год назад, ой, три года уже подряд, начали с Санкт-Петербурга, целенаправленно отправляем в северную столицу через международный... Это стало возможным благодаря появлению международному аэропорту Калуга и всего час перелета. У нас уже много ребятишек побывали в Санкт-Петербурге. В этом году будем обязательно направлять и в Калининград, куда у нас открываются рейсы, и в Севастополь, надеемся, и в Татарстан, и они к нам планируют тоже отправлять своих ребят. Вот это тоже такое сотрудничество. Раз международный аэропорт Калуга, сразу напрашивается вопрос о международных, о зарубежных партнерах Калужской области в сфере туризма. Много их? Сейчас, на мой взгляд, очень грамотная такая маркетинговая политика выстраивается Министерством культуры России и Ростуризмом, агентством федеральным, по взаимодействию с зарубежными странами. Открываются во многих странах, по-моему, уже больше 15 открыто офисов туристических России в тех странах, визит Раша программа называется. И мы стараемся, в этом тоже принимаем активное участие, для того, чтобы продвигать, в том числе, и Калужский регион в составе России на иностранном рынке туристов. Потому что, конечно, нам интересно, чтобы иностранцы тоже к нам ехали. Все-таки туризм — это такое двустороннее улица с двусторонним движением. Мы едем туда отдыхать, допустим, или путешествовать, и нам хотелось бы, и они должны ехать сюда. Вот недавно мы были в Италии на выставке, на крупнейшей в Европе выставке, где тоже представляли Калужский регион. До этого в Сербии у нас устанавливаются контакты, выстраиваются контакты с Австрией. Но это, конечно, не быстрый процесс. То есть это процесс узнаваемости региона, а для этого его просто нужно постоянно продвигать. И, кстати, космос нам здесь очень помогает. Потому что во всем мире знают Гагарина, знают, что первый человек полетел в космос из России. А мы им напоминаем, что это было именно в Калуге и на Калужской земле. Очень хорошая цифра. За прошлый год Калужская область посетила более двух миллионов человек. Это как туристы из других регионов, так и, собственно, из-за рубежа. Куда чаще всего устремляются люди, когда бывают в Калужской области впервые? Может быть, есть какая-то такая статистика? Есть статистика. Как я сказала, если проанализировать, куда едут туристы, то это историко-культурный туризм. То есть это посещение наших православных святынь. Это очень тоже привлекает Шамардина, Оптина, Пустынь, Боровск. Естественно, вся история, которая связана там. Ну, если это Боровский монастырь, то это, конечно же, и сам город Боровск. Это очень сильно привлекает. Привлекают, кстати, такие новые, ну, относительно новые туристические центры, как «Этномир», он все более популярным становится, «Парк птиц», он самый крупный в Европе, уникальный. «Музей мусора», который совсем недавно появился здесь тоже недалеко, да, от Обдинска. Николай Ленивец тоже, он свою нишу определенную занимает. Вот эти вот фестивали уникальные, которые они проводят летом. Ну, у нас развит и сельский туризм в том числе, да. Мы здесь, не постесняюсь этого, лидеры в определенной степени, потому что сегодня более 500 объектов на селе готовы принимать туристов. Можно на выходные спокойно из той же столицы приехать в сельскую местность, в то же время в комфортные условия отдохнуть. Агротуризм – это модно, действительно. Я думаю, не только москвичи, но и жители Обдинска не часто видят козочек, коров. Мы все это, правда, не видим на улице каждый день. И, кстати, у нас спектр, на самом деле, очень большой. Он широкий, то есть можно и рыбу половить, и просто в сельском доме пожить. Можно пожить в комфортабельной гостинице. Просто несколько лет назад был сделан упор на развитие данного вида туризма. И сегодня предприниматели вот уже в течение пяти лет могут получить не только моральную, административную, но и финансовую поддержку на развитие данного вида туризма. А кемпинги для туристов у вас есть, для автотуристов? Это наше будущее. У нас это, к сожалению, пока не развито. Но вот этот вид туризма, связанный с кемпингами, когда останавливаются в них, мы это чувствуем, набирает все большую популярность. И, конечно же, мы сейчас будем уделять этому большее внимание. Кстати, и на федеральном уровне тоже об этом ведется речь. Сейчас заканчивается в 2018 году федеральная целевая программа по развитию туризма и разрабатывается новый проект, концепция новой программы. Я вхожу как раз в рабочую группу. И там как раз обсуждается вопрос о необходимости поддержки создания кемпингов. В первую очередь, нам это интересно, мы поднимаем вопрос в Центральном федеральном округе. К сожалению, до конца нашей программы остается всего пару минут. Вот и у меня последний вопрос. Какие туристические объекты Калужской области в будущем станут новыми жемчужинами на карте региона нашего? Ну, это мы, как говорится, поживем и увидим. Ну, я думаю, что, если говорить о перспективах, то перспективно развивается Тарусский район. Тарусский район. Там много появляется новых интересных объектов. Я думаю, о себе они заявят. И очень хотелось бы, чтобы и Обнинск тоже стал точкой притяжения туристов. Но у вас здесь есть потенциал, очень хороший потенциал, который можно развивать. Это все-таки очень многим нравится, когда слышат о первой атомной электростанции. Я уверен, что мы эту тему совместными усилиями разовьем. И это тоже станет точкой притяжения туристов. Есть идея музейного квартала даже в Обнинске обсуждается. Да, 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 абсолютно верно. Обнинск на самом деле большой потенциал, потому что вот этот ореол некой такой закрытости, сейчас такого современного города, где еще присутствуют первые атомные электростанции, он очень привлекает. Это я знаю по собственному опыту, потому что мы ведем много переговоров с туроператорами. И когда заводится речь про Обнинск, то это вызывает большой интерес. Так что надеюсь, что в скором будущем здесь будет большой поток туристов. Приятно слышать, тоже надеюсь. Спасибо вам, Павел Александрович, за очень интересную беседу. В студии у нас сегодня был Павел Александрович Суслов, министр культуры и туризма Калужской области. Меня зовут Екатерина Замахина. Смотрите Обнинск ТВ, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok